Нет крыши, нет скамейки, все поросло бурьяном. На телефон русского вещания ватсапе 2308785 в последние дни пришло сразу несколько звонков от недовольных рижан. Из самых различных районов у всех одна тема. Это остановки общественного транспорта, точнее их отсутствие. Люди буквально годами ждут крыши над остановкой. Евгения Копылова разбиралась, кто виноват и что делать. Людмила Семеновна живет в Балдырае. Последние три года она ведет переписку со структурами Рижской думы. Просьба одна. Сделать нормальные остановки в своем районе, чтобы под крышей, со скамейками, чтобы удобно. И люди стоят. Вот знаете, на работу еду ехать. Где могут они укрыться? Все они обещали, да-да, построим остановку. Самое последнее мое желание хочу дожить и увидеть, чтобы построили. Людмила Семеновна написала несколько писем в Рижскую думу с просьбой обустроить остановки Стурманью в обе стороны. Они в самом сердце Балдырая и пользуются большим спросом. Но результата нет. Одно из писем от Рига Сатексмы заканчивается следующими словами. Мы оценим возможность установить крытые остановки в Балдырае. Но точных сроков сейчас назвать не можем. Просим прощения за доставленные неудобства. Это письмо написано в конце 2017 года. И вот как остановки выглядят сейчас. А вот еще письмо. Его Людмила Семеновна получила год назад. В нем член правления Рига Сатексмернет Саулетис написал, что остановка Стурманью в сторону центра включена в список остановок, которые будут благоустроены. И крыша появится. Прошел еще год. Отвучая насчет остановки Стурманью, тогда мы посмотрели на одну сторону и в другую сторону. Тогда там есть в одном месте очень широкое, очень узкое место, где эту крышу вообще технически невозможно поставить. Но другая остановка — это земля частного лица. С похожими просьбами в редакцию «Русского вещания» обращаются и жители из других микрорайонов. Трамвайная линия маршрута номер 5, остановка Саркандаугова. Саркандаугова нет скамейки, нет козырька, где можно спрятаться от дождя. Три года назад было все, но потом убрали с двух сторон. На конечной тоже нет укрытия от дождя, от снега. Мы живем в районе Мангеле. Это маленький микрорайон с остановками автобуса «Остас» и «Ледургас». Уже несколько лет на «Ледургас» в обоих направлениях нет навеса, чтобы спрятаться от непогоды. Можно ли это исправить? Но не обо всех остановках нам пишут зрители. Остановку «Лачо» Питавымонти мы нашли сами. И примечательна она не только тем, что здесь нет ни крыши, ни скамейки. И находится она практически на проезжей части, но и своими сюрпризами. Канава за спиной. Можно ли все это исправить? Ответ Ригас Сатексме. На всех перечисленных остановках нет большого потока людей. А что с остановками, где поток есть? По ним плана тоже нет. С вопросами посоветовали обращаться в департамент сообщения, поскольку за остановки отвечает именно эта структура. Ну а в департаменте говорят, обращайтесь в Ригас Сатексме. Круг замкнулся. Сейчас производится упорядочение нормативов, чтобы остановки перенял департамент сообщения. Пока что вопрос с остановками все еще в виде не Ригас Сатексме. Когда нормативная база будет упорядочена, департамент сможет планировать обустройство крытых остановок. У Ригас Сатексме 2000 остановок. Сколько из них с навесом ни в Ригас Сатексме, ни в департаменте сообщения нам ответить не смогли.